Профессор кафедры психологии и дефектологии Сочинского государственного университета. Они милостиво позволили нам публиковать их работы. Дорогие коллеги, моё выступление будет состоит из трёх частей. Первая и третья часть будут неформальные, а вторая часть будет формальная. Что касается первой неформальной части, наша с вами работа началась с учения орденов. А я, дорогие гости, гости, у меня есть материализованные ордена. Я, вам сказать, всю ночь их делала. Создавала. Единственное, что в силу ограниченности времени, конечно, у меня на всех орденов не хватит. Но те, кому не хватит их, они приедут на следующий год. Я обязательно, я обязательно, наверное, на следующий год эти ордена и выручу в материализованном пути. Значит, что за ордена? Я, наверное, слышала, вы без вас такое слово, как мангова. Мангова в переводе с санскрита означает круг, образ. Сейчас, значит, все детские монахи используют мангалу как, значит, для медитации, для каких-то там ритуалов. И мангалу ее рисуют, ее раскрашивают, ее изготовляют из самых разных, собственно, так скажем, материалов. И она, считается, должна быть у каждого своя мангал. Она будет означать, да, человеку, так скажем, она создает ее, так скажем, работу с мангалой, дает человеку ощущение гармонии, ну и другие какие-то там составляющие, которые с этим связаны. То есть стресс-снимание, ментальное расслабление, а не эту ударную. Да, да, да. Вот, ну, у всех народа свои мангалы есть, и у индейцев, индейцев, так называемые, да, у них эти мандалы называются Охос де Диос, то есть означает глаза божьи, божий глаз. И фактически это означает, ну, так скажем, некий такой оберег, который должен быть у каждого в доме. И он вешается на, и дети чем? Они плетут свои мандалы. Вот, практически каждый человек, в каждом доме практически есть своя мандала, и облетут их взрослые, там, и дети, и на работе, в организациях свои мандалы. И эти мандалы, они, ну, вот как раз одно из предназначений – оберегать человека от злых духов, которые вдруг прилетят и увидят эту красоту, и отвлекутся на нее, и все. Или вот человек приходит с каким-то плохим настроением, с плохими мыслями. А вот это рассматривание мандалы, то, что она красивая, она бросается в глаза, оно вот меняет его эмоциональное состояние. Я вот такие вот оберегиваю, дорогие друзья, вот сколько я уже сделала на сегодняшний день, я вам сегодня подарю, это будет первая неформальная часть. Вот, я и прилавлю. Да, 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 да. Значит, я даю, естественно, нашим дамам, нашим, которые у нас, ну, поздравимы. Вот, по-другому, поздравимы. Это, да, 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 да. Это любое у тебя. Да, это обратная сторона я вам показываю. Да, обратно. А, если на лет на... Уже север. Это шеет. Нам, блин. Сколько надо было времени? Прести-то? Да, да. Это вы, я на мальчу. Да. Потрясающе. Значит, друзья мои, у всех мандал должно быть глазом. У кого-то я вам дала без глазка. У кого без глазка? У вас без глазка. У кого-то вы был, у вас. Да, он отклеился. Я его сумки не сломала, потому что утром на... У меня отклеится. Хотя можно приклеить. Девочки, я вам глазки отдаю. Да, они просто отклеились. Хорошо. Спасибо. Это лошадь, который можно пользоваться в психотерапии. Да. Ну и нашим уважаемым мужчинам. Во! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, ну, это даже можно повесить. Да, вот нет. Это он из-защитов. А больше. Это даже где-то там... Заметь, Бога, я говорю, я не знаю. Нет, нет, это меня шлицет. Нет, 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 это меня шлицет. Да, я не знаю. Да, я не знаю. Ходи там несколько. Вот, что он сходишь сразу, чтобы оберегалась. Да, да, да. Нормально, убивите. Ну, что касается, значит, кто у меня остался, на следующий год, девочки, приезжайте. И все тоже приезжайте. Чтобы получить, так и же ману. Да. Да, да, да. Ну, вот, друзья, спасибо за внимание. Вы были в официальной части. А то я вот как бы мелькаю, мелькаю, да, кто я и что я, чтобы... Теперь, и теперь в официальной части. Значит, сходим мы, говорим, что я, чтобы... Я говорю об искусстве, вот. И я, знаете, все, я думаю, все нормальные люди должны быть психологически здоровые люди, да. Они должны быть причастны к искусству. Вот. И в какой... Это показатель здоровья. Да, да. И в какой-то форме выражается это у каждого индивидуально. Вот. Но в силу, там, например, конечно, индивидуально, это же еще зависит от жизненной ситуации. Правда же? Потому что, например, мои родители не имеют возможности меня отучить. Музыка, музыки и так далее. Когда я всегда возмущался, то я паузу не выдержу, то я там ниже как читаю. И я так поняла, я буду писать свои песни. Свои паузы. И пусть мне кто-нибудь что-нибудь скажет. Чуть высказать. Да, да. Чтобы я хочу так пойти. Это авторское решение, да. И вот, если вы позволите, несколько песен я вам спою. Да, да. Большое. Просто, знаете, такая проблема, что я других автор... У меня нет времени, чтобы учить песни других авторов. Понятно? Поэтому я приходю к своей. Гораздо проще свою допускать. Нет, можно, я, по крайней мере, Ахуджангу учу. Потому что я не хочу сейчас... Я еще... Можно ошибиться с песнями таких выдающихся людей. Мне кажется, не очень хорошо жила. Ну, я немножко из прошлого, наверное, репертуара, который в том году был. И... Ну, одну песню я, наверное, даже спою, которая нам уже... В Сочи я ее написала. Уже по мотивам жизни в Сочи. Сколько всего у вас песен? Уже 25 или 26. Ну, вот, скажем, критой... А, абсолютно, господи, да. Песучий, аппетитский. Здравствуйте. У меня вот у меня... У меня говорят, а вы чего не пишете, да, на ютубе надо записать. Я говорю, я только для своих друзей, и только для тех людей, которых я люблю, которые их, ну, не то, что, доверяют, но людям, которые мне нравятся, я пою. А там, на весь мир выкладывайте, а кто нам ее будет? Больше. А можно закрыть, потому что, где мы с ним теряться? Да, да. А там занятия. Без антиби. Ну, сразу. И вот, да, там, что у салют. Камни, зеркайте. Ну, там можно, скажем. Убить вам мус. Ну, как можно на сцене выступать, если я на сцене... Дайте, дайте костру разгореться, Пусть дрова превращаются в пепел. Дайте душам заблудшим согреться, Тех, кому непокудным был ветер. Дайте душам заблудшим согреться, Тех, кому непокудным был ветер. Почему так устроена страна, Потерялись в дороге желания. Кони мчат запряженные в сани, Только улицы все без названий. Кони мчат запряженные в сани, Только улицы все без названий. Звезды, искры костров небесных, Дарят радость настолько любви, Чтобы не было чувств безответных, Ты с собою их путь забери. Чтобы не было чувств безответных, Ты с собою их путь забери. Дайте, дайте костру разгореться, Пусть дрова превращаются в пепел. Дайте душам заблудшим согреться, Тех, кому непокудным был ветер. Дайте душам заблудшим согреться, Тех, кому непокудным был ветер. Я не буду никого упрекать, На уважнение друг друга поймать. Каждый мыслит о покое своем, Жалюзи оттел в оконный проек. Где тот мастер, что меня создавал, И глаза на белый свет открывал, А вот свободу от земли не даровал, Он в судьбе лишь ничего не сказал. Внешне вместе, а в душе мы одни, Жизнь проходит, разменявшись на дни. Где тот мастер, что меня создавал, И глаза на белый свет открывал, Он свободу от земли не даровал, А в судьбе лишь ничего не сказал. Где тот мастер, что меня создавал, И глаза на белый свет открывал, Он в свободу от земли не даровал, А в судьбе лишь ничего не сказал. Ты никогда меня не будешь ревновать, И исполнять, что не было, Обещанный мой сон, Другому позволяешь охранять. Я не твоя единственная женщина, Тебя случайно никогда не буду ждать, На это есть серьезные причины, Мне даже письма некуда писать, Ведь ты, другой, единственный мужчина, Где ты, где я, Какие тут сомнения, Но мы всегда во власти хренья, С тобой в различных мы прощаемся в мирах, Где прикрестки так бывают редко, Любовь пылает в резидорских костров, Зажал в руке счастливую монетку, Где ты, где я, Какие тут сомнения, Но мы всегда во власти хренья, Ох, и злая дружина, Ох, и злая, как змея, Что тайком подползая, На себе праздничный ужин сулила, Да сапог друг в зубах ощутила. Терпкий яд с языка истекает, Воплощенье слабо обретает, Ранич самое сердце стремится, В боль и ужас в глазах превратится, И отзмели непролитые слезы, И защита в минуты угрозы, Отзмели вы, держитесь подальше, Не простит, не обиды, не фальши, Ох, и злая дружина, Ох, и злая, как змея, Что тайком подползая, На себе праздничный ужин сулила, Да сапог друг в зубах ощутила. Что она ощутила в зубах? Сапог, сапог. Да, как сапог. Сапог. Тебе праздничный ужин сулила, Да сапог с зубах ощутила. То есть она от наверху ползала, Да сапог с зубах ощутила. Так, ну и последнее, Чтоб вас с какой-нибудь снимали? Левичный, левичный. Ой, не знаю, как там учится. Ну, тоже по мотивам Сочи. Ну, тоже по мотивам Сочи. Ну, это надо. Возвращая в прошлые года, Не вернуть ушедших лет и дней. Пусть живу сегодня без затеи, Даже если мне чего нажать, Все равно гляжу с надеждой к нам. Пусть не так ходила, Пусть не так жила, Все равно любила, Душу берегла. А то, что раньше было, В чем мне повезло, Все во мною смыло, Море унесло. Ручьи, кисти, кай, по тарам, Тянет их к высоким берегам. Свою каждого в душе оркестр, И не важно, сколько в зале мест. Март придет на слуганную веролю, Путь мою укажут кораблю. Ждет все грагостей во свой вокзал, И не важно, кто и что сказал. Пусть не так ходила, Пусть не так жила, Все равно любила, Душу берегла. А то, что раньше было, В чем мне повезло, Все во мною смыло, Море унесло. Бейз хором ушел уже давно, В океане жизни, как в кино. Истина не каждый пишет сам, Доверяя лишь своим словам, И признался трудно на себе, Что играл шарманщик на трубе. Но в ошибках тоже есть и зло, В них ответ для нас прибережен. Пусть не так ходила, Пусть не так жила, Все равно любила, Душу берегла. А то, что раньше было, В чем мне повезло, Все во мною смыло, Море унесло. Спасибо вам, дорогие друзья, Что вы приезжаете к нам, Что вы нас помните. Мы всегда вас ждем, Мы целый год вас ждем. Мы ждем потом сборника, когда выйдет. Когда новое будет. Приезжайте, пожалуйста. Всех здоровья. Успехов. Мы ждем это. Спасибо. Это музыкальное отношение. Давайте сфотографируем. Он сказал принести. Думаю, ну что ж. Потографируем. Потографируем. Давайте сфотографируем. Давайте сфотографируем.